Доброе утро, сегодня я начинаю свой влог в, сейчас скажу, 8.33 утра, не знаю, видно вам, не видно, но в общем-то 8.33 сейчас, в субботу, кстати говоря, и я уже полностью собрана для того, чтобы идти. Во-первых, вот с этим чудом надо идти гулять, займить, не трогай там ничего, а во-вторых, мы сегодня договорились с собачниками устроить субботник, потому что там, где мы гуляем с собаками, там никогда никто не убирает, там куча стекла валяется, там какой-то мусор постоянно, там, короче говоря, нельзя пройти просто 2 метра, чтобы не вступить во что-то нехорошее, и собаки там уже кучу раз резали себе лапы, поэтому мы решили собраться все вместе и, в общем-то, да, поубирать. Так что сейчас этим мы будем заниматься, покажу вам, кстати, тоже до и после оцените. Судя по всему, мы сейчас будем первыми или единственными, кто будет убирать, вот мы уже с Никитой с лопатой идем. Доброе утро. У нас лопата это единственный убирательный инструмент, который мы смогли найти. Кто-то там обещал грабли протести, какие-то строительные мешки, ну, в общем-то, вот, покажу вам всю плачевность ситуации. Вот заходишь, начинаются какие-то ветки, ну, ветки это еще полвели, но они с шипами, поэтому, ну, все собаки тоже колят лапы себе, но это еще все фигня, потому что, я вам сейчас покажу, вот, смотрите, стекло, стекло, и вот идешь дальше, и тут такой радости, вот, на каждом шагу какая-то валяется непонятно что. Вот, побитые кружки, ну, почему бы не валяться побитые кружки вообще, вот, самая такая заноза в одном месте, это вот эта куча, вот. Вот, здесь побитые банки, бутылки, здесь люди любят жарить там всякие шашлыки и мангалы ставить, вот еще одна такая штука, и вот сами, который сразу туда бежит, и вот, смотрите, сколько здесь всякого стекла, сколько всякой чепухи, вот. Вот, и после этого еще мне люди будут доказывать, что гулять с собаками здесь плохо, потому что, видите ли, собаки очень сильно загрязняют все, потому что здесь куда ни встать, то, в общем-то, вступишь в какашки какие-то. Вот, скажите мне, вы видите какие-то вот вообще какашки здесь? Вот, я вижу здесь кучу битого стекла, я вижу здесь какие-то пузырьки, я вижу здесь какие-то фантики, какие-то пачки из-под сигарет, поэтому я на сто процентов уверена, что собаки намного меньше загрязняют окружающую среду, чем люди, потому что люди это просто какой-то ужас, вообще абсолютно не умеют за собой убирать и не умеют себя вести, поэтому мне это так выводит, когда я случаю, когда на собак наезжают, что они как-то себя ведут там не так, в общем-то, с ними гулять нельзя, видите, или по площадкам, вот, посмотрите. Почему бы не выкинуть какие-то железки, правда, с ними? Банки, остатки каких-то кирпичей, водка, ну, короче говоря, вот, вот с этим нам сегодня приходится работать, и мы еще первые, ну, или единственные, не знаю, ну, если мы будем единственными, то я планирую с Никитой, он уже начал убирать, а вот эти вот кучи поубирать, и вот здесь, наверное, слегка поубирать, это если мы будем единственными, а если мы будем не единственными, то тогда вообще в планах всю эту площадку убрать, в общем-то, да, пойду ему помогать, потому что я тут пока только снимаю, ничего не делаю, так что, да, покажу вам потом финальный результат еще. Вот работа кипит полным ходом. Тут одна собака схватила целый рулон с мешками вот этими большими зелеными, и все пытаются его словить. Да, народу пришло довольно много, так что как раз сейчас занимаемся уборочкой. Ну, мы, в принципе, закончили, основную часть мы убрали, все, что хотели. Тут уже везде чисто, палят остатки веток, ну, а так, что мы будем, что-то же чисто. Очень грязно стало, классно. Вот, совсем не сравнить, по-моему, с тем, что было, так что мы молодцы. Правда, Деля? Лопата, кстати, очень пригодилась, это была, наверное, единственная лопата, которая закрепала весь мусор. Вот, поэтому мы довольны и счастливы, идем. Кстати, знаете, в чем ирония заключается? В том, что пока там была куча мусора, Сэмик ни разу там не ранился. А сегодня я пришла домой, завела его домой, и у него порезанная лапа. Причем так, с подушечки вот так вот срезан, прям вот так вот, ну, кусок такой приличный. Немного крови было, я уже сразу обработала, все помыла хорошо. Ему, да, ну, вот, как назло, как только хочешь что-то сделать, то вот прямо накануне этого что-то случается, чего ты как раз хотел избежать. Мы на рынке, купили уже картофана, лучка, там еще Никита несет мясо. И еще купили брынду, брында офигенная вообще, такая вкусная. Вот она, ммм, ням-ням-ням, буду банно что-нибудь делать. И мы решили, что мы будем кататься на велосипедах, по крайней мере, задумка пока такая. Никита вообще очень любит, в принципе, это дело. А я с ним когда-то за компанию тоже очень много каталась, и вот в последнее время забросила. Давай сойдем с дороги. Конечно. Вот, поэтому мы думаем возобновить эту традицию. У меня, кстати, прическа сидит дурацкая, Никита меня назвал полупринцесса Лея. Вот с одним таким пучком. Нет, это принцесса Лея. У Иры не дня безвредной пищи. Я спортом занимаюсь сейчас, не можно. Нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам. Мы продолжаем нашу субботу в супермаркете, и я очень сильно заглупила, потому что я взяла с собой только наличку, а карточку не взяла. И все, что у меня осталось, это вот 150 рублей только. Так что не сильно много получится у нас накупить. Придется, наверное, еще один заход делать. Так, наше предсказание на сегодня. Так. Давайте по раду, коли просить проней. Ну, перевожу с украинского. Давайте советы только тогда, когда они просят. В принципе, очень неплохое предсказание. Мне еще пришла смска, что пришел заказ Фаберлик. Мы решили его забрать. Поменялись, Никита, я теперь на пассажирском сидении. Так, хочу вам сразу это все показать. Так, это чек. Что мне интересно. Это каталог Фаберлик. Взяла себе шейкер. Буду делать себе какие-то, наверное, коктейли. В них. Или просто воду наливать тоже. Как бы прикольно. И еще я взяла шейкер, потому что я еще заказала вот такой вот напиток. Это коктейль белковый шоколад. Алена Робина Гудина его как-то упоминала. Говорила, что вкусный. Поэтому хочу тоже попробовать, как мне пойдет. Там вроде как он очень низкокалорийный. И в то же время вкусненький. Так, держи. Это мне, это мне. Это все мне. И опять мне. Вот. Заказала тоже еще средство для мытья посуды. И, кстати говоря, тоже оно у нас пойдет и как очиститель, как омыватель стекол в машине. Хороший для вас рецепт. Это бутылка водки, вода и пару впрысков средства для посуды. Водка это для зимы. Летом вряд ли я буду залипать. А вот не нужна, но для очищения не нужна. Нет, не нужна. Зачем? Это зимой просто, чтобы не замерзала, да? Да, просто зимой, да. Ага, я поняла. Значит, вода и просто вот это средство. И для зимы еще надо добавлять водку. И, кстати, лучше всего, когда это средство для холодной воды подходит. Тогда оно лучше всего работает. Омыватели стоят... Сколько ты спрашивал самый дешевый на заправке? 138 гривен. Да, 138 гривен. А вот это средство для мытья посуды сколько стоит? Я вам даже скажу. У меня здесь чек есть. Так, влажная... Ремень, шейкер. А эта штука стоит 44 гривны, по-моему. Да, 44 гривны она стоит. Поэтому и целая даже не пойдет. То есть здесь пойдет, может, вот так вот. А остальное все для посуды будет. Так, это есть. Дальше взяла еще влажные салфетки. У меня они очень быстро уходят. Когда я снимаю видео, делаю свочи для видео. И мне нужно что-то для того, чтобы их вытирать, эти свочи. Вот так вот быстренько они бегать. Ванну мыть руки. Каждый раз взяла салфетки. Потом взяла еще вот такую штуку. Это, судя по всему, какая-то новинка. Называется это... Короче, это такая палка воня... Нет, ну как она, диффузор. Ароматический диффузор с ротанговыми палочками. То есть там такая штука с жидкостью, куда вставляются вот эти вот палочки ротанговые. И таким образом, как бы хорошо должно пахнуть в доме. Я думаю, поставить вот там на фон, где у меня свечи горели. Свечи как-то вот, мне кажется, в такое жаркое время не очень подходят. Вот, я думаю, заменить это вот такой штукой. Еще тоже тебе подарок купила. Да, ух ты. Вот, держи, смотри. О, ремень. Да. Круто. Ну, спасибо. Вроде как даже кожаный там писали. Класс. Поберлик производит ремни. Да. Одежду. Вот в Украине, кстати, довольно маленький ассортимент одежды. А в России, по-моему, там вообще очень много всего они производят. И он такой, в принципе, неплохой такой. Да, отличный. Вот, с одной стороны он коричневый, а с другой стороны черный. То есть он двухсторонний. Какой подходит, такой одеваешь. Прикольно. Ну, спасибо большое. Да. Вот. И еще заказала себе сумку. Сумку. Вот такую. Вот, кстати, я ее уже смотрела там у консультанта. Помоги, пожалуйста, сними кулек. Пакет. Вот. Сумка вот такая. Вот. Из такой вот, как холщовой ткани она. И здесь такие вот вставочки из кожзаменителя. Я думаю, с такой сумкой вполне можно ходить в спортзал. У меня, я в спортзал сильно много вещей не беру. Вот. А для того, чтобы там сменную одежду сюда засунуть, по-моему, супер. Здесь есть отделение на замочке. Там можно что-то туда положить. Еще здесь такое отделение классное. Ну, короче говоря, мне оно внешне очень нравится. Я заказала до этого полностью из такого, как это, материал такой, как пластиковый, короче, материал. Мне оно не понравилось по качеству. А это, кстати, очень даже такая неплохая. Расскажи, чего ты грустный такой? Чего ты такой грустный сегодня? У тебя болит лапка? Покажи всем свою бедную лапку. Ой, покажи, покажи. Видите? Маска болит лапка. Вот я, кстати, уже установила эту штуку от Фаберлик, о которой я вам рассказывала в этой упаковке. Она была, блин, она офигенно просто пахнет. Запах такой ваниль с кокосом. Вот такой вот очень классный запах. Я прям довольна на 100%. Потому что с запахи Фаберлик у меня есть некоторые их парфюмы, есть еще какие-то там, ну, скажем так, средства с запахами. Как-то вот оно все как будто немного не мое. А вот это офигенное просто. Если оно действительно сейчас вот эти палочки пропитает, и такой запах будет в квартире, то это будет просто супер. Да, код у этого, у этой штуки 3703. Мы сейчас собираемся обедать. Я сварила как раз свежий зеленый суп, или там щавлевый суп, или там суп с яйцом. Короче, их по-разному называют. Вот. И хочу с вами поделиться небольшим таким рецептом, потому что я вообще вот у других людей не люблю этот суп. Но вот именно так, как готовила моя мама, и как готовлю сейчас я, мне очень нравится. В общем-то, прикол в чем? Яйца, во-первых, варятся отдельно, и вот так вот я целое яйцо кладу в тарелку, и просто вилочкой вот так вот его потом мну. Это получается как заправка к этому супу. Сам суп готовится очень просто. Сначала мясо туда, потом картошку, потом туда рис, потом, после того, как это все сварится, зажарку туда я делаю только из лука, ну, можно там с луком, с морковью, как вам там нравится, в общем-то. И после этого щавель перетирается на мясорубке очень-очень мелко. И все вот эти прожилки, которые есть в листьях, они все выбрасываются. Ну, я их выбрасываю, по крайней мере, потому что мне не нравится вот это, когда попадаются вот такие вот большие кусочки. И вот эти нитки в щавлевых вот этих листочках, они очень противные. Вот. И, в общем-то, я это все перетираю, в самом конце выливаю, и у меня получается вот такой вот очень-очень-очень-очень вкусный супчик. И вот так вот выглядит мой супчик. Уже в тарелке готовый. Сюда еще нужно сметанки положить, и будет, в общем, вкусно. Я забыла влоговую камеру дома, поэтому эту часть придется досмотреть вам с телефона в более низком качестве. У нас сегодня целый день прошел как-то вообще в таких каких-то хозяйственных делах. То мы убирали, то мы там еще чем-то занимались, там я готовила. А сейчас мы решили развлечься немного и сходить в кино. Идем на седьмой форсаж. Я заведомо не сильно много жду от этого кино. Но хотелось как-то сходить в кино, как-то провести время, чтобы вообще ничего не делать, ничем не заниматься, а просто так и сесть и расслабиться. Вот. Этим мы и будем сейчас заниматься. Вон там планета кино. Смотрите, какая прикольная реклама Терминатора. Класс, прикольно сделано. Итак, мы только что вышли из кино, и это было просто боль. Боль и печаль. Не, ну на самом деле, по-моему, первая половина фильма еще, по-моему, была неплохая. Ну, что-то да. Там вот это Абу-Даби, там все дела. Это еще было ничего, это было нормально. Но вторая половина, это... Это просто... По-моему, они одним фильмом переплюнули абсолютно все самые стереотипные боевики, которые только Америка, наверное, за всю историю создавала. Как бы, чтобы не расстраивать, не делая никаких спойлеров. Спойлеров никаких не делаем, но это просто жесть. Это надо любить очень сильно. Да. Всю эту серию. Да, это точно. В общем-то, на этом, наверное, будем заканчивать мой влог. Спасибо, что провели этот день с нами. Мы уже едем домой. Все, до скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok